Здравствуйте, коллеги пчеловоды! Привет подписчикам! На сегодняшнее видео выйдет на такую тему, как подсадить матку. Ну, это один способ, а получается способы разные, и каждый по-разному как бы подсаживает. Сейчас я подсаживаю матку в Nucleus. Это маленькая семья, которая специально для этого предназначена, чтобы работать для вывода маток и облета маток. Это очень слабенький Nucleus, здесь матка потерялась, не вернулась с облета. И я сейчас, получается, делаю такую работу. Ну, можно применять такую технологию, такую посадку матку, не только, как я сейчас делаю в Nucleus, а можно подселять и в отводки, ну и в семьи, в которых уже давно не было маток. Ну, перед этим мы должны клеточку с маточкой поставить в семью на несколько дней. Это имеется там 3-4-5 дней, и когда вы пройдете, посмотрите и будете, как бы, удостоверитесь в том, что маточников нет в семье или в отводке, то матку мы ложим в мед. Некоторые пчеловоды ложат в воду, но в воду, мне кажется, немножко сложнее. Там, если немножко проморгать, то матка может утонуть. Мед немного проще, и матка получается в такой сладкой массе. Ну, этой пчелы ее будут потом облизывать, чистить, соответственно, будут потреблять мед, и, соответственно, будут привыкать, что у них есть матка. Смысл? Здесь, как бы, скрывается два потенних смысла. Первое, это мы заставляем, чтобы матка устала, потому что этой матке уже около 7 дней. Как бы, она сейчас, ну, мы ее сейчас подсадим, если все хорошо, то через несколько дней она вылетит и облетится, и через дней 6 она уже должна, по плану, сеять. Как бы, я не решил составить сюда нуклеус, потому что очень слабенький нуклеус. Ну, нуклеус, не буду останавливаться на нуклеусах, еще попозже покажу видео, какие здесь нуклеусы. Вот здесь у меня разные нуклеусы, разные типы. Все себе экспериментируем, все себе понемногу делаем. Что-то, как бы, будет. Дальше. Останавливаемся на матках. И получается, что в основном такие старые матки, они очень чувствуют и бегают по улью. Ну, а в данном случае у нас по нуклеусе. И мы ее должны, как бы, немножко устудить, чтобы она физически устала и не могла быстро бегать. Вот видите, она уже, как бы, устала. Мы ее бросаем опять в мед, и она, как бы, здесь плавает. Можно ее облить медом. У меня, получается, мед. Из рапса уже седает, видите, уже такой густой мед. Но здесь рапса, акация, разнотрави. Ну, мед очень вкусный, не только рапсовый получился. Ну, рапс, как бы, дает свое, присаживает все. Мед был, как бы, хороший, запечатан. Вот, все приседать. И что мы дальше делаем? Мы сейчас возьмем, все, все приложили кирпичами, потому что недавно у нас даже дерево здесь увалилось. И такая была погода, буря была ужасная, просто. Здесь, вот видите, пенек, лягло все здесь на нуклеусе, то дождь идет, и я, как Робинвуд, топором рубаю и все. Даже есть потеки, видно, что затекало. Ну, что же, смотрим, что. Как бы, матки мы здесь не нашли. Ну, вроде, пчелы спокойные. Ну, будем пробовать подсаживать. Маточку мы подсаживаем сюда. Видите, матка уже все, как бы, на грани. То ли утонет меди, то ли. И мы ее ложим просто на рамку. Вот так, положим. Пчелы сейчас будут чистить. Потреблять им и мед, и чистить сразу матку. Матка, она будет на этой рамке и не будет бегать. В основном, причина, почему пчелы убивают матку, потому что она начинает резко бегать по рамках. И это, как бы, не нравится пчелам. Они ее догоняют и начинают убивать. В идеале, что мы должны увидеть? Хотелось бы, конечно, показать. В идеале, мы должны увидеть, как пчелы почистят матку. И немножко подержать, но это, конечно, долго времени будет. Я не знаю, чем можно будет увидеть. И нужно будет увидеть, пчелы кормят матку или нет. Если только одна пчела покормила матку, это значит, что все хорошо. Матки нет. Как бы, в семье матки, во-первых, нет. Матку уже где-то с 80%, что матку примут. Вот видите, они ее все обседают. Они ее, ну, как бы, чистят. Никто ее не кусает. Потому что, если они обжимают ее и начинают пробовать душить, кусать, тогда это сразу матку нужно забирать, потому что ее буквально через несколько минут и убьют. Или матка начинает пищать, бегать по нуклаусе. Тоже матку надо искать и забирать. А то пчелы ее хотят убить. Ну и что? Можно поставить, можно подождать, посмотреть. Матка сидит смирно, пчелы ее чистят. И я думаю, что прием матки будет, ну, там не 100%, но процентов 90, что матку эту примут. Все, друзья, на этом хочу закончить. Всем всего на лучшем. Пока.